Потом все остальные виды, вот с того момента, как человек более-менее сформировался, до его нынешнего состояния. И на этой оси могут быть разные моменты в прошлом, которые привели к тому, что человек там себе наступает на визык, не позволяет себе быть успешным и прочее, прочее, прочее. То есть почему все наши замечательные технологии не срабатывают? Потому что если бы препятствий не было, одновременно человек придумал бы технологии сам, потому что человек – существо очень самообучающееся. Ну и, соответственно, когда я работаю таким образом, я начинаю мою работу на визуальность построения гинограммы. Это отсылает нас к той части шкалы, которая касается предков. Но я теперь расскажу про все остальные моменты тоже, которые могут быть важны. Потому что гинограмма – это не панацея, это один из инструментов, очень эффективный, полезный. Это карта, это доступ к ресурсам, но у нее есть свое место в нашей работе. И это не все. Итак, помимо гинограммы и предков, у нас есть момент рождения. И, возможно, вы встречали таких клиентов, которые, например, они могут сказать так. Как только я встречаюсь с первыми трудностями, я останавливаюсь, и как-то энергии у меня нет. Я предпочитаю действовать по ситуации, быть по течению. Такой запрос, если в этот момент задать вопрос о том, что было в момент родов, вы можете услышать, что была реанимация, было обвитие поповинной, асфиксии. Может быть, было раннее отделение от мамы. Грофы все читали, я думаю. Но я не очень люблю эту схему. Но феноменология такова, что очень многие трудности, связанные с достижением цели, действительно связаны с тем, каким образом проходили роды. И здесь хороша разнообразная работа, телесно ориентированная, например. Опять же, я не видела очень хороших эффектов отдыхательных практик. Может быть, здесь дело в том, что те, кому они помогли, просто до меня не доходят. Ну, соответственно, приходят те, кому они не помогли. Здесь хороша разнообразная, интересная работа, типа бодинамики, возможно, телесно ориентированная гештальтерапия. Ну, и все те методы, которые так или иначе апеллируют к травме рождения. Второй момент. Детство. Здесь есть очень много шансов получить травму развития. Если, например, ребенок был разлучен с родителями на длительный срок, или его родители в какой-то момент развелись, или он потерял кого-то за родителей, маму или папу, на неподходящий момент, развитие личности может пойти по-другому, чем оно происходит в норме, когда есть и мама, и папа. Или ребенок вынужден играть в своей семье какую-то роль, заменяя кого-то. И тогда он не может развиваться тоже так, как ему нужно, он должен отслуживать эмоциональные потребности кого-то из родителей. И часто в такой ситуации такие дети тоже, вырастая, испытывают трудности в отношении с руководством, например, потому что они пытаются любить начальника так, как хотел бы его папа, чтобы его любили. Или они, например, пытаются защищаться от начальника или не делать подчиненными так, как они общались с своей семьей. И в этом случае очень хорошо бывают любые методы, может быть, психодрама, гештальт, подход, просто клиент-центрированная терапия, консультирование, которое позволит человеку отделить себя, свою работу, начальника, светлой образ его от семьи и родителей. И здесь даже не нужна очень глубокая терапия, важно просто увидеть разницу между людьми. И в расстановках это тоже возможно. Третий момент тоже очень важный, который касается системного подхода, но меньше касается именно генограммы. Это те травмы, которые случились с момента, как ребенок стал уже не ребенок, а взрослым, подростком, до нынешнего момента. Очень часто бывает так, что успешность и эффективность в какой-то момент жизни человека есть. Он преуспевает, он хорошо работает, и потом вдруг случается что-то, после чего идет надлом. Это может быть очень разное что-то. У меня, например, были клиенты, которые после аборта, после смерти кого-то из родителей или после развода вдруг перестали быть успешными. Иногда это случается просто в народном месте, в каком-то возрасте. То есть все хорошо, семья на месте, здоровье в порядке, никто не умирал. И вот это признак, когда это в народном месте происходит, это признак того, что мы точно должны работать с генограммой. Но если травма имела место быть, тогда здесь опять же хороши любые подходы, позволяющие прожить до конца горевания и любые подходы, работающие с острей шоковой травмой. Потому что в такой ситуации, особенно если эта травма была связана с работой, очень много шансов, что человек будет наказывать себя и не позволять себе быть успешным. Тяжелее всего здесь бывает работать, например, с виной выжившего. Одна из конкретных историй. Не называй город и убирай подробности. Представьте себе человека, который инструктор, он будет в команду за деньги в горы. И вдруг кто-то из его подопечных погибает в горах. И после этого очень быстро он оказывается весь в долгах, он разводится, теряет семью, ребенка. Клиент мой ребенок. Ой, клиент его ребенок. То есть ко мне приходит мой клиент, его ребенок. И очень быстро после этого он уходит в зависимость. И здесь, до этого он был успешным, у него там был какой-то небольшой бизнес, эти самые группы, он делал то, что хотел. И здесь речь идет о вине реальном. Ну и есть стратегии работы с ней, это тоже отдельная песня. То есть моя задача сейчас просто демонстрация неких стратегий, которые хороши в разных случаях. И того, что бывают очень разные случаи, нам важно сначала определить, в чем собственная причина. Это понятно. Бывает вина выжившего, которая, это тоже прагматическая история, которая касается, которая не связана с реальной виной. Например, если в этой же самой группе идет пара или тройка друзей, и один из них погибает, и отвечает за этот инструктор, потому что он ответственный за технику безопасности. Но те, кто выжил, друзья, такие же рядовые члены этой группы, они все равно переживают эту вину выжившего, потому что они вернулись, а их вдруг нет. И в этом случае стратегия работы с этой мнимой виной будет другой, но она тоже касается работы с травмой и горевания. Про работу с травмой я здесь подробно рассказывать не буду, потому что это отдельная стратегия, и это нужно отдельно учиться. Но если мы в коучинге встречаемся с этими вопросами, либо очень хорошо, если у нас есть соответствующая квалификация, и мы умеем с этим работать, либо хорошо, если есть кто-то, к кому мы в таком случае направляем людей. Например, в нашем городе такие люди работают с травмой хорошо, и я говорю, допустим, клиенту, что сейчас мы доработали до такого момента, когда я на несколько сессий вас хочу направить вот к такому-то. А потом мы продолжим нашу работу, когда это будет сделано. Вот, теперь, наконец-таки, к генограмме. Очень часто все перечисленные мною события могут быть причиной отсутствия успешности сами по себе. Но часто бывает так, что они накладываются друг на друга. И конкретная травма развода, которая была, например, два года назад, и с тех пор человек уже ничего не зарабатывает, накладывается на что-то, что было в детстве, когда он потерял кого-то из родителей, или когда родители развелись. И в свою очередь это накладывается на то, что было с предками еще раньше, потому что родители тоже развелись на народном месте. И здесь мы имеем дело с луковицей, у которой много слоев. И очень хорошо, если мы можем обратиться к семейному прошлому вначале, для того, чтобы иметь карту и знать, откуда ноги растут, потому что чем ближе мы подойдем к сходной точке, тем легче нам будет потом возвращаться к остальным слоям. Генограмма — это инструмент, который используется, он может называться геносоциограммой, может называться генограммой, его использовал Боуин на работе с семейной системой. И я училась в этой работе у прямых учениц Анны Целин-Шуценбергер, автор книжки «Синдром предков», и у Хильги Макхампред, которая в школе Берта Хеллингера тоже работает с генограммами и расстановками. Обычно это генологическое древо, в которое включаются не только предки, но и другие важные лица, имеющие отношение к системе. Я тоже приведу сейчас пару примеров, мне положили записку, что осталось совсем мало времени. Очень часто игроки, алкоголики или люди, которые себя могут идентифицировать как хронических неудачников, бывают как раз, их судьбы бывают результатом того, что было с предками. То есть работая, например, с казиношными игроками или людьми, зависимыми от игровых автоматов, это мои работы и игры любит вас. Может быть, кто-то здесь учился, но вы знаете его. Мы обнаруживали, что очень часто в прошлом есть семейная история, в которой есть очень крупный долг, который не был отдан вовремя. Например, если кто-то из членов семьи, допустим, прадедушка или дедушка, шел по этапу, был осужден и поменялся с кем-то фамилией, потому что у него был длинный срок, а у кого-то другого короткий. Так иногда делалось. Такая история. И после того, как тот, у кого был раньше длинный, а теперь короткий срок выходил из мест заключения, он должен был собрать деньги и отдать тому, кто отсидел за него практически. Но если эти люди погибали, то вот это просто конкретные примеры, которых я видела несколько. Именно такая динамика. Долг был отдавать некому, и тогда кто-то из потомков начинает вдруг выбрасывать деньги или другим способом от них избавляться. И казино здесь хороший вариант. Это бессознательная лояльность преданность предкам, которая срабатывает не потому, что человек думает, что сейчас я буду отдавать долги. Потому что если бы он мог так подумать, он бы сделал это эффективно. Он мог бы тогда заняться благотворительностью, например, в памяти об этом человеке. Или мог бы попытаться разыскать его потомков, потому что фамилия обычно остается как раз та, которую сменили. И, собственно, это то, что делает наша работа с гинограммами. То есть, найдя причину, корень какой-то истории, мы можем найти хорошее решение для потомков. И после этого чаще всего есть возможность стать успешным, пройти курс или даже не проходя их, использовать те инструменты, которые и так уже есть в распоряжении человека. Ну и последнее, что я хотела бы сказать, организация — это тоже система. И поэтому, когда мы работаем с первыми лицами организации, это тоже мой опыт. Государственных или не государственных, очень важно, что было с лидерами этой организации до того, как не появился тот человек, в котором мы работаем сейчас. Это отдельная песня. Здесь можно строить схему аналогичную гинограмме, но для организации. И часто удается найти какие-то механизмы, неявные, работающие на, ну, например, разрушение организации или дискредитацию текущего лидера и сделать его пребывание в организации более эффективным. Ну вот, вкратце, то, что я хотела сказать. — Вопросы есть? — Вопросы есть? — Я... Ага. — Погромче, чуть-чуть. — Не важно, главное громко. — Мы строим гинограмму, собственно, о чем я и говорю. И иногда сначала непонятно, что произошло. То есть в тех конкретных историях, о которых я говорила, просто набрался целый список, поэтому уже можно вообще динамику. В каждой из этих историй была какая-то странная такая ситуация, что вот у нас не совсем та фамилия, которая должна была бы быть, потому что дедушка с кем-то был очень близок и поменялся фамилиями. То есть вот, когда мы такой странный момент в гинограмме обнаруживаем, дальше мы можем прояснять, что произошло. Если это невозможно, то мы можем делать расстановку, например, и там что-то решить. — Скажите, противостоять влиянию гинограмма вообще как-то возможно, то есть если это известно, но не ваши методы, допустим, какие-то другие. Есть такого разговора? Противостоять, мне кажется, не очень подходящим словом, потому что гинограмма — это источник ресурсов. То есть я знаю, ну вот те методы, которыми я работаю, их очень много. Есть драма предков в психодраме, есть арт-терапевтическая работа с гинограммой, есть та работа, которую делают расстановками. То есть их очень много. Я полагаю, что многие варианты работы с прошлыми жизнями трансовыми, они тоже на самом деле символическим образом работают с прошлым семейным. Ну вот, потому что я встречала. То есть это может быть работа с образом в трансе тоже. Но здесь речь идёт скорее не о противостоянии, а о трансформации, что ли, этого влияния. То есть мы, грубо говоря, любовь, которая была направлена деструктивным образом, мы должны развернуть её так, чтобы она работала на усиление человека. У меня больше нет времени. Я на мастер-классе могу рассказать конкретные какие-то примеры, которые это прояснят. Моя мастерская будет... 16-16 часов. Я покажу просто конкретные работы.